Екатеринбургский авиапром в столице Урала теперь собирают свои самолеты. Сегодня представили первый. Он маленький, способен поднять воздух всего 4 человека, но вполне быстрый. Летает 12 часов без посадок. Летные испытания еще не окончены, а на заводе уже есть заказ на несколько сотен самолетов. Смогут ли на нем летать горожане и появится ли у нас свое авиатакси? Узнала Мария Новикова. Тучи над городом самолетик режет, как алмаз стекло. Он так и называется – «Даймонд». За полетом следят десятки наблюдателей, ведь в небо эта машина, рожденная на Урале, но с австрийскими корнями, поднялась впервые. Испытатели, приземлившись, называют ее самолетом премиум-класса. Хороший, приятный самолет. Внутри кабины, в салоне, как у довольно хорошего, дорогого автомобиля. Мерседес с крылышками. Ну, в общем, да, что-то из… На Уктузском аэродроме таких драгоценных самолетов уже целый авиапарк. Четыре десятка единиц за пару месяцев собрали на местном заводе гражданской авиации по австрийской технологии. Теперь на бриллиантах будут обучаться курсанты двух российских летных училищ. У педагогов блестят глаза. «Даймонд» – нечета устаревшим яком. Новые самолеты от Боингов отличаются, разве что размерами. Это современный самолет с цифровой кабиной, так называемая стеклянная кабина. И в будущем переучивание с этого самолета уже на транспортный большой самолет будет занимать гораздо меньше времени, чем до этого необходимо было. Пока на Уральском заводе мастера занимаются лишь сборкой самолетов. Детали привозят и за границы. Но в следующем году в Екатеринбурге наладят полное производство. Причем на крыло здесь планируют поставить и лайнеры покрупнее – до 20 мест. Они идеальны для авиатакси, полетов на небольшие расстояния. Этот бриллиант уральской авиации как нельзя лучше подходит для российских условий. Он может приземляться не только на асфальтированный аэродром, но на грунт, снег, лед и даже на воду. Как обещают разработчики, скоро к его колесам приделают лыжи. Правда, пока легкой авиацией заинтересовались только московские компании. Будут ли «Даймон» долетать по Свердловской области – пока не ясно. Впрочем, уже тот факт, что в России налаживают производство самолетов, можно считать большим шагом к возрождению отечественной авиации. Начиная со следующего года российские технологии будут организовывать производство и сборку самолетов до 72 мест. Сейчас прорабатывается вариант как с «Бомбардье», так и с «Эрбасом». А к «Бриллианту» уже присматриваются не только перевозчики авиаучилища, но и спасатели. В России четырехместный самолетик можно использовать для видеонаблюдения, например, при охране лесов от вырубки и пожаров. Компактный «Даймонд» способен ходить по верхушкам деревьев и садиться в чистом поле. Мария Новикова, Антон Лимонов. Новости 41-го канала.